Время Майдана Молоком и медом тогда же текли и речи представителей Америки. Джек Лью, министр финансов США США окажут Украине максимальную финансовую помощь для выхода из экономического кризиса. От евробюрократов и их заокеанских друзей нескончаемым потоком шли громкие обещания счастливой жизни для украинского народа вот буквально уже завтра. Была обещана скорая интеграция в ЕС, безвизовый режим и открытие европейских рынков для передовых и высокотехнологичных украинских товаров. Но к ужасу евроукраинцев реальность оказалась совсем иной. Ни безвизового режима, ни доступа на европейские рынки украинские сторонники западных ценностей в итоге не получили. Вместо этого в стране и без того все 23 года своей независимости, находившейся в коматозном состоянии, разгорелся политический кризис, экономический коллапс и кровавая гражданская война. Вместо обещанной манны небесной в виде десятков миллиардов долларов безвозмездной помощи, МВФ после длительных проволочек и очень нехотя выделил Украине два транша общей суммой аж в 4,5 миллиарда долларов. Не забыли о своих обещаниях и партнеры по НАТО, выделив Украине гомеопатические 15 миллионов долларов. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фо Красмуссен. «Мы будем помогать Украине. Примерно 15 миллионов евро предоставим через НАТО. В дополнение к этому мы уже услышали, что будет дополнительная помощь. Этих гигантских денег Киеву хватит аж на два дня проведения АТО, исходя из средней стоимости каждого дня боевых действий в 7 миллионов долларов». Оказалось, что все, чем на деле готовы помочь Украине новые западные друзья, это микроскопические и запредельно дорогие кредиты и отдельные подачки, включая сухпайки и колючую проволоку. Забуксовала в брюссельских болотах и ускоренная политическая интеграция потенциального европейского государства. И оказалось, что нищая Украина никому не нужна. Ни в НАТО, ни в ЕС. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозо. Украина к членству в ЕС не готова ни сегодня, ни в ближайшем будущем. Так же, как ЕС не готов принять такую страну, как Украина. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. «Могу себе представить формы более интенсивного сотрудничества с Украиной в рамках Совета НАТО «Украина», но не вижу возможности членства в НАТО». Им вторит премьер-министр Чехии Богуслав Соботко. «Украина не готова к членству в Евросоюзе, не готова к членству в НАТО. Обе организации в этом отношении должны давать Украине реалистичные надежды». Это неудивительно, потому что ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. МВФ прогнозирует падение ВВП в текущем году и уже сейчас предсказывает продолжение падения в 2015 году. Рецессия углубится и потребует новых финансовых вливаний. Реальный ВВП упадет до минус 7,25% в 2014 году, а в 2015 падение составит 4,25%. В связи с девальвацией национальной валюты МВФ также прогнозирует увеличение валового государственного долга Украины. Согласно пересмотренному программному сценарию, Госдолг Украины увеличится до 68% ВВП в 2014 году и достигнет пика в 73% в 2015 году. С открытием европейских рынков для украинских товаров все оказалось тоже не так хорошо, как обещали. Вместо потока экспорта в ЕС вдруг получился рост импорта из Европы, что привело к ухудшению платежного баланса Украины. Из доклада МВФ. Дефицит платежного баланса в 2014 году увеличится до 7,5 млрд долларов, а в 2015 до 11,5 млрд долларов. В связи с этим Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долларов внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании. Где брать деньги сегодня на Украине не знает никто. Но, обещанные щедрым Эльмаром Броком золотые горы, так и остались словами. При этом в 2014 году Украина должна уже выплатить по внешним займам порядка 7 млрд долларов. Ежемесячно растет долг за российский газ, сумма которого уже превысила 11,5 млрд долларов. Кризис на Украине ощутимо бьет по всему населению. Растет безработица. Закрываются предприятия. Гривна давно уже находится в свободном падении. Коммунальные платежи в 2014 году возросли на Украине почти вдвое. Уже сегодня во многих украинских городах нет горячей воды. Вполне может быть, что зимой многим придется сидеть без отопления. Все это грозит обострением внутриполитической ситуации и массовыми протестами. Замерзающих в своих квартирах украинцев с каждым днем будет все сложнее убеждать в том, что во всем виноват Путин, а не сам Порошенко и его западные друзья. Сам Порошенко давно стал заложником безвыходной ситуации. Продолжение военных действий приведет к дальнейшему разрушению экономики и социальной сферы и вполне может привести к третьему Майдану. Но и прекратить войну ему не дадут. Украинские националисты, требующие окончательного решения русского вопроса и парада украинских войск на Красной площади, в случае непокорности Порошенко привычно устроят вооруженный переворот. Уже сейчас в его адрес со стороны таких персонажей, как Ярош и Форион, поступают обвинения в предательстве интересов незалежной Украины. Так Дмитрий Ярош отреагировал в своем фейсбуке на возможное заключение перемирия между Киевом и ополченцами Новороссии. Поэтому воюем и победим, лишь бы верховный главнокомандующий не оказался продажной скотиной. Но сколько бы украинские националисты не бились в русофобской истерике, Россия продолжает помогать Украине, стабильно поставляя газ и направляя гуманитарные грузы. Но самое главное, Россия с первых дней войны на Украине призывает все стороны к политическому диалогу. В своем недавнем плане мирного урегулирования из семи шагов Владимир Путин еще раз предложил Порошенко прекратить военную операцию, организовать гуманитарные коридоры для доставки гуманитарных грузов и сесть за стол переговоров с народом Востока Украины. При этом цивилизованный и демократический Запад не продемонстрировал никакой заинтересованности в прекращении войны и продолжает подталкивать Украину к военным действиям против собственного народа. Замглавы МИД Российской Федерации Геннадий Гатилов. Последняя наша инициатива касалась не только гуманитарного аспекта и доставки гуманитарной помощи, но и в целом необходимости начала процесса политического урегулирования на Украине. К сожалению, наши западные партнеры эту идею не поддержали. На фоне агрессивной позиции Запада во всем мире продолжает укрепляться понимание, что единственная страна, кровно заинтересованная в процветающей Украине, это Россия. И что мир на Украине без участия России невозможен. Если, несмотря на сопротивление украинских и западных ястребов, план Путина будет реализован, от этого выиграет и Новороссия, и украинские солдаты, которых перестанут отправлять на верную смерть ради политических игр. А это значит, что все еще есть призрачный шанс спасти некогда многообещающее украинское государство от коллапса и гибели. И Россия призывает использовать этот шанс. Субтитры создавал DimaTorzok